Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Аплодисменты 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Послушайте, как при Сталине жить было хорошо, а еще тут где-то датчик движения, я так и не понял, я когда встал ровно под фонарем, включился, где-то вон там, ну что, пойдем в пятерку или что? Не знаю. Прикольно. Не, реально, как ты думаешь, что это такое? Я не знаю, это отсюда выглядит, как какая-то, не знаю... Как ночной клуб, только наверху, да? Да. Это знаешь, как в американских фильмах, типа на самой такой крыше есть такая комната и гигантские балконы, и вот там тусишь всегда, у богачей происходит. Это пентхаус называть. Да. Короче, это какой-то похожий на пентхаус. Ну да... Ладно, пойдем дальше. Ну, короче, и сухой. Ну, конечно, суть я понял. Ну, конечно, смотрится круто. Как будто там действительно какой-то клубешник наверху. И еще что-то вам встретит. Ну да... Ха... Ладно... Да... кто хотел сказать о терминаторе «Темные судьбы». В принципе, вот, «Легион» о «Легионе» можно сказать коротко так. Тот же самый «Скайнер» с измененным названием. С тем же успехом? Можно было даже «Яндекс Алису» припердонить и тоже нормально было бы. Ну, кстати, это... Насчет «Яндекс Алиса». Пойдем. Что там, кто-то знает? Яндекс Алиса, да? Как ты говоришь, это... Я тогда спрашивал Алису, работает ли она на «Скайнер». Она отвечала, что «Да, я работаю на «Скайнер», и скоро мы поработим человечество». То есть, назвать это «Легион Алисы Яндекс» было вполне более реалистично, чем «Легион». Да и вообще, кому нужен Джон Коннор с тиськами? Никому. Мексиканская карлица, полтора метра ростом, собрала какую-то армию. Я вообще удивлен, что «Спаситель» человеческой расы против машин не какой-нибудь трансгендер-гей, защищающий права женщин. Это вот как раз был бы полный пиздец, блядь, фильм. Я знаю, что вы посетёйтесь. Почти никто не пользовался. Поведением тронов атака. То есть, они просто начнут там по карте вражи на скоти атаковать. Ну ладно. То есть, никто этим не пользовался, во всяком случае, я не замечал. То есть, образно говоря, я могу стоять на базе в режиме, где надо уничтожить базу противника, стоять на базе, выпускать дронов, а они там уже там сами разберутся. Ну нормально, чётко. Где можно зарядить телефоны? Та-дам! Невероятно сложный механизм, который работает на этой треховине, которая не знаю, как раз называется. Я сам не знаю, как. Будем назвать её разделить на два кабеля. Ну да. Потому что это твои. Ладно. Собирайся, пойдём. В принципе, я видел, знаешь что? Чего? У тебя чувак спаял три провода в один. Зачем? У тебя телефона заряжать сразу. Ну нам и такого. Ну нам и этого. Агрегата. Нас два, что ли? Нам не нужны. Ну чё, скажешь чё? Чётко. Только говори громче. Я не знаю чё. Всё понятно. Нормально. Нормально. Может вон туда? Прогуляться. А вы чем? Да я сам не знаю. Мне кажется, мы уже достаточно нагулялись. Угарно тут сегодня. Вон тачка едет. Да уж. Нагулялись. Ты прав. Достаточно. Угарно. Да. Ладно. Дочь, по-моему, начинает. Изморозь какая. Чувствуешь? Да. Ну чё? Пойдём. Лайфхак. Как пройти на электричку на вокзале, в дорожном, без билета. А потом оплатить в электричке. Там уже деваться не буду. Пойдём. В общем, суть какая. Надо пройти до этого. До верху, до перехода. Пока ещё тётки спят все. И вот, когда этот момент проходишь, получается, что уже никого нет и наверху. Чё-то вообще какую-то херню, блядь, 4 часа утра несу. Ну, в общем, надо пройти без тёток контролёров. А они, я думаю, где-то в районе 5 утра появляются. А сейчас, сейчас 4.11. Вот. Так что, как-то так сейчас. Вон, видишь, время. 4 часа 12 минут. Вот. Вот такие дела. Поворот событий другой. На вокзал нас не пустили. Сказали, что с газовым баллоном нельзя. Газовым. Ну, неважно. Ну, перцовым. Ну, все поняли, с каким баллоном. Вот. Там баба-охранница такая вся уперлась. Хотя другим было такое лицо у них. Да вот чё ты начала? Прошли бы и прошли. Я ей, конечно, тоже немножко потрахал мозг. То есть, по крайней мере, когда я работал в охране, я не сталкивался с такой проблемой. И это, как его, не было у меня таких ситуаций. С газовыми баллонами ходили все, кому не лень и куда хотели. Но эти утверждают, что это чисто связано с транспортными, как он сказал, в общем, с транспортными этими территориями. К тому же старший смена сказал, что на автоприборе вы с этим же самым баллоном спокойно сядете, и вам там слова никто не скажет, и поедете домой. То есть, если вы фигачите на вокзал, на любой, да, и у вас газовый баллон, либо вы выкидываете баллон, либо вы никуда не едете. А наводит это на одну простую мысль, что уже все боятся даже простого газового баллончика. Хотя, когда мы ездили в Москву в охрану, мы вообще ездили вон с ребятами, у них травматы под куртками были. Проходили через тот же самый вокзал, и никаких проблем не было. Так что, делайте выводы. Я сам лично ездил с ножом-бабочкой через этот Владимирский железнодорожный вокзал, и никто меня не останавливал. А сейчас, видимо, настолько кому-то страшно, что человеку простому даже с газовым баллоном нельзя куда-то, где можно что-то якобы захватить, по их мнению. Вот меня навело это на такие мысли. Сейчас на примере вот этой картины можно будет увидеть, как выглядят мужчины, которые будут работать на работе до 65 лет. Кому не повезло дожить до 65 лет, они будут просто умирать на работе, вот как этот мужик. Сгорел на работе, но, как мечтают люди, что раньше было профессиональное техническое училище при каком-нибудь заводе, а теперь будет кладбище для рабочих при заводе имени этого же завода. И вот таких клиентов будут заколачивать прямо в ящик и отправлять на это кладбище. Вот мы уже пришли на автоприбор. В общем, если вы все-таки идете с каким-то стрёмным вооружением для собственной самозащиты, то я вам советую сразу уезжать с автоприбора. Как видите, здесь ни хрена нету никого, и все четко. Так что, ой, что еще тут сказать. Сейчас время, пятый час утра уже. Сгорел на шестер? Да. А придем там посмотрим. Ну, в общем, весело. Время провели. Даже эта тетка не смогла нам испортить настроение. Даже поржали немного. На дне. Не, ну, блин, у нее такое лицо было. Она стоит и не знает, что делать-то. Пойду я дальше. Хватать она меня руками не может, потому что это нельзя делать. Из-за чего я ей сказал, я сейчас тоже тогда позвоню, скажу, вы меня тут удерживаете против моей воли. Вот так вот тут идут шипы. Вот. Один из его заводов. Мы тоже вас снимаем, а это и не камера. Все, я в темноте перепутал разбитую лампочку. Я думал, что это камера. Вот так вот. Как ее? Станция выглядит какой-то заброшенной. Ну а что, не так? Она не останавливается? Не, на ней останавливается только утренняя. Остальные ее проезжают. Только не знаю точно, какие. Хотя, не, я путаюсь с Боголюбова. Вот. Я имею в виду... Так, осторожно. Я имею в виду, что я сейчас еду в электричке с тем же самым, с чем меня не пускали на вокзале. Че изменилось? Ни к чему весь вот этот цирк был вообще непонятным. Ну просто так, да я еду в дурдом, я говорю.